Вносим корректировку в наш областной фонд, дорожный фонд. Вы помните, на предыдущей сессии мы с вами утверждали деньги на ремонт дорог в сумме 226 миллионов гривен. Данная сумма корректируется в большую сторону за счет переуполнения плана таможни. Она увеличивается на 86 миллионов 845 тысяч 720 гривен. И к окончательному утверждению предполагается в размере 313 миллионов 151 тысяча 676 гривен. Это дает возможность за счет государственных средств делать дороги. Безусловно, первое, нужно сказать государству спасибо за то, что на свои финансы не концентрирует, а наоборот отдает на места. Децентрализация. За счет этого можно делать и государственные дороги, и безусловно местные дороги. В области слаженная работа дает возможность использовать 50% от перевыполнения. Это хороший финансовый ресурс. И сегодня вы видите и становитесь свидетелями, как те дороги, на которые не выделялись финансы десятилетиями сегодня, действительно ремонтируются. Поэтому я думаю, что хорошая программа государственная, которая не забирает, а наоборот отдает, которую можно теперь направить на места и которую могут ощутить люди. В прошлом году было отремонтировано 64 километра дорог. В этом году, если я не ошибаюсь, 235 километров дорог. Что касается денежных средств, которые идут от перевыполнения таможенных показателей, там уже практически проведены службы автомобильных дорог, все тендеры, определены подрядчики. На сегодняшний день из тех средств, которые есть на расчетных счетах в казначействе, порядка 50% уже выплачены или в виде авансов, или в виде актов уже по закрытию, по выполнению работы. Поэтому по вчерашней аудинораде, которая была учестью министра инфраструктуры Амельяна, Харьковская область находится в лидирующих позициях по освоению денежных средств и по проведению тендерных закупивель. Среди всех областей Украины. Есть областя, которые на уровне 3% идут сейчас в проведение тендерных закупивель, или там 10% образное освоение денежных средств. У нас на сегодняшний день это порядка 50%. Продолжение следует...